садим казахстан сейчас у нас черепчайный эфир связи с событиями которые происходят вокруг ареста жамбулата мамая и я бы хотел бы чтобы мы этот вопрос обсудили так я думаю что сейчас стоит вопросы все обсудить то что мы сейчас видим этот просто беспредел обвинение жамбулата мамая заключается в том что значит что он отмывал деньги от преступника облязыва ну за что сидит сидел облязов за что преследовался облязов ни для кого не секрет по большому счету речь идет о политическом преследовании потому что облязов финансировал политическую оппозицию в частности партии алга и некоторых активистов и так далее поддерживал акции через владимира козлова через двк сейчас он вернулся на свободу и окунулся снова в политическую борьбу против назарбаева поэтому всех людей которые поддерживают облязову назарбаев будет затыкать робин он будет делать все что угодно чтобы облязов замолчал чтобы облязов ушел из политики и в этой связи нам необходимо четко всем но и на ютубе на фейсбуке во всех социальных сетях получить достоверную информацию о том что происходит сейчас осознать события сделать свою собственную оценку и если есть какая-то возможность с моей стороны объяснить это давайте я это сделаю и мы попробуем в комментариях в различных соцсетях и на ютубе сформулирует общее коллективное мнение мое мнение сейчас складывается таким образом что облязов не намерен уходить из пальчицкой оппозиции он намерен дальше продолжать свою борьбу он будет поддерживать различные общественные силы в том чтобы помочь создать единый объединенные анти назарбаевский анти диктаторский фронт и такая же позиция у многих оппозиционеров в том числе у меня на самом деле нам давным-давно пора создать новую партию новое движение который сейчас сможет создать такую общественную силу которая превысит многократно силы назарбаева и суметь провести мега митинг который положит конец правлению назарбаева и его клики его бандитской клики которые сегодня фашисту и в полиции фашисту и в кнб судах прокуратуре и так далее у назарбаева никаких аргументов нет он не может реально оппонировать кому-либо на сегодняшний день никаких дебатов нету ни на хабаре ни на казахстане на одном канале и так далее и даже если сегодня пришел ерлан карин сурлан кмб ситуация в пальчицкой сфере не изменится там не появится дебатов чтобы можно было дебатировать реально между мной назарбаеву между облязов и назарбаев между же кьянова и назарбаев и так далее в этом ключе мы находимся по-прежнему в тоталитарной системе который пытается через какие-то шаги пытается сделать все возможное чтобы этот тоталитарный режим как-то культурно подкрасить подбелить но в целом режим меняться не будет и его нужно поменять силой митинга сильными ответами на беспределы мощными сильными протестами общества против арестов против беззакония против отсутствия справедливости против открытого политического гонения против кнб которая активно существует сегодня как политическая политическая полиция тайная полиция в этом ключе конечно же мы все должны просто заявить четкое нет жамблак мамая какое мне отношение к нему все время по делу козлова у меня были претензии к нему что он не поехал на суд козлова не поддержал его и подписал 65 статью но то что он сделал после этого годами борьбы показала что его 65 это заявление по поводу сотрудничества со следствием это было тактическое средство для того чтобы продолжать свою борьбу точно так же как облязов свое время выходил на пресс-конференцию и говорил что уходит из политики но при этом в кармане держал соответствующее выражение выражение которых с которым в принципе он продолжал борьбу и жамблак мамая создал газету самую отважную газету из того что он мы имеем в пальчицкой сфере вот эти четыре газеты же салаш уральская неделя дат трибуна конечно же выделяется она очень активная очень сильная в этом отношении сегодня назарбаев перед экспо перед тревожными моментами по смене власти вот перед передачей преемника как это хочет сделать назарбаев в этом отношении конечно же очень важно сейчас сделать все возможно чтобы все прошло гладко и никаких аксессов не было для этого конечно же понятно нужно сделать так чтобы все заткнулись все сидели в тюрьмах либо все были перепуганы всех посадить невозможно нужно запугать нужно просто взять самых активных и посадите в тюрьму остальные заткнуться сами так думает сам назарбаев ну я думаю что в этом отношении насколько он близок это будем решать мы то что мы коллективно обсуждаем в соцсетях на фейсбуке в ютубе и так далее это придает нам храбрости когда кто-то озвучивает наши мысли когда кто-то озвучивает наши страхи когда кто-то говорит как обходить эти страхи как бороться с беспределом как поддерживают друг друга в тюрьмах и судах и в полиции это морально на всех объединяет на всех морально укрепляет создает какую-то единую действительно мощная протестную массу которая способна друг друга поддерживать локтями поддерживать плечом товарищи и в этом отношении я думаю что мы сейчас все дружно конечно же поможем жамблату мамая с адвокатом с адвокатами с общественным защитниками с числа родственников поможем инге манбаев чтобы она картинировал все эти действия найдем тысячу помощников найдем киви кошелек деньги поможем собрать средства на продукты питания сейчас ввс завтра в сизо суде и так далее обезопасим его в тюрьме и наследстве от в каких-либо актов беспредела вскроем все детали все нюансы обвинения разобьем их в пух и прах здесь и в соцсетях при коллективном обсуждении по каждому аргументу по каждому документу добьемся того чтобы мы на самом деле провели общественный суд над аргументами обвинения которые верный слуга диктаторского режима жаки пасанов будет сейчас это проводить через алматинских прокуроров и так далее в этой связи мы просто сейчас должны поддержать жамблату мамая вот кто с ним не был знаком с ним кто с ним активно не поддерживал связь и так далее у меня тоже были вопросы жамблату мамая и так далее но сейчас эти вопросы в любом случае должны уйти в сторону потому что человек беде и он в беде именно из-за того что из тех целей которые поддерживаем и я и все другие и многие ребята были читателями активными на по трибуне и вы знали что были последнее время провокации и разбивали стекла в машине и провоцировали на улице его на какие-то неправильные незаконные действия закрывали трибуну в типографии не хотели печатать поэтому все вот эти сложности конечно же сейчас просто перешли грант и появились якобы финансовые нарушения связаны с поддержкой террориста облязыва поэтому мы сейчас просто элементарно должны на самом деле выразить свое коллективное нет беспределу я обращаюсь сейчас к облязыву и джеки я нову и ко всем политикам в различных регионов казахстана альташи фазы у панах медьяру бахчан тарегожина ко всем правозащитникам чтобы мы на самом деле сейчас обратились коллективно и выразили свой протест в таких актах борьбы мы и должны по-настоящему объединяться тот же самый даже серега моментально должен вместе с облязом появится на одной бумаге чтобы споры и ссоры и воспоминания и заклинание друг друга там где что кто сказал друг другу вот в таких моментах как жамбулат мамай и других вот как толгат макс мы должны мы должны находиться рядом друг с другом даже непримиримые противники сейчас нас обидеть должно объединять то что творится творит назарбаев назарбаев та трус трус который держишь за кресла как башер аса который рад ни к своему кресла готов утопить свою страну в крови народ будет постовать он будет в борщ раз отстрелял его из танков из пулеметов из автоматов но не уходил он не хотел никаких падчистских реформ никакой никаких честных выборов никакой демократии никакой демократизации никаких нормальных настоящих конституционных реформ, все туфта, наоборот идет попытка продажи дальше земель Китаю и Жамбла, по-моему, надо отметить здесь еще раз, он был внутри Казахстана, исключая Айдоса Садыкова, меня, там, Наташу Садыкову, Аблязова, других, которые находятся за рубежом, несмотря на опасность, несмотря на то, что Казахстан является действительно тюрьмой тюрьмой политической для граждан для тех, кто пытается сказать свое честное слово на сегодняшний день Жамбулат Мамай был один из тех немногих людей, которые в общественном поле имеют авторитет и, не боясь, этот авторитет ложат на алтарь борьбы против Аблязова, против китаризации, против поправок по 26 и другим статьям. Вот сейчас мы должны обедниться. И лояльные властям, и оппозиционные мы должны просто элементарно сейчас хором наваливаться своими постами, своими видеообращениями, своим прямым эфиром на репрессивную машину Назарбаева и заставлять эту репрессивную машину ослабевать и выпустить своих тисков. Нам нужно каждый важен ваш голос, каждое ваше действие, и мы должны Жамбулат Мамай и других ребят вытаскивать. Если бы я знал о такой возможности, я бы ему сказал бы уезжать из страны. Сейчас нужно элементарно любыми способами бороться. Я нашел такой способ бороться, убежав из-под тюремного надзора, потому что если бы я остался бы и говорил бы то же самое, что сейчас и то, что я делал раньше, неминуемо меня бы арестовали бы под надуманными предлогами, посадили бы и так далее. Вот на самом деле нужно продолжать любыми способами. И я сейчас за Жамбулата Мамай. Я сейчас его брат. Я и есть Жамбулат Мамай. Мы должны все его поддержать как одна большая семья, у которой может быть много различных проблем. Все братья могут какие-то иметь претензии, старые воспоминания, но сейчас мы одна большая товарищеская семья. Сейчас мы сейчас сейчас мы все Мамай. Давайте поддержим его. Джектер. Я думаю, что я думаю, что сейчас нужно все сделать для того, чтобы мы его освободили и поддержали. Субтитры сделал DimaTorzok